Друзья, приветствую! Вячеслав из Карачаева, Черкесии прислал посылку с образцами двух масел. Это у нас Look Oil Geneser Martek HK530 полнозольная А3Б4 и Shell Helix Ultra EKT530 тоже C3. Значит вот два автомобиля, два бензиновых, один дизельный и два разных масла. Можете посмотреть. Ну и давайте приступим. Сейчас распакую. Первым делом я свежее проверю на совпадение с эталоном и посмотрим, что намерит прибор и далее уже отработки. Так вот я подписываю, что это свежее. Закладываю пару капель и сейчас посмотрим. Так, баночки нестандартные. Так, закладываю и сейчас посмотрим, что намерят. Так, противоизносных присадок сто один процент. Очень похож гликоль 4 десятый. Вот это для меня, честно говоря, загадка, непонятно. Сажи 1 сотая тоже непонятно, но это в принципе граничное значение. 1 сотая не криминал. По кислотному 1,65, щелочное 10,4. Все очень похоже, то есть как бы у меня нет сомнений, что это Look Oil. Очень похоже на эталон. Прям можно сказать один в один. Так, далее проверяю второй образец. Это у нас Kia Ceed с мотором 1,6 G4 FC. 123 силы, 120 с половиной тысяч километров, четыре с половиной на масле, 100 моточасов при средней скорости 45 километров в час. Топливо используется АИ-92 с местной какой-то локальной заправки. Так, давайте посмотрим, что намерил прибор. Так, смотрите, здесь гликоли нет. Сажи 2 сотые, 2,53 кислотная, 6,8 щелочное. Значит, по противоизноске здесь 79 процентов, здесь не видно воды около 1000 ppm. Возможно, это попало в баночку. Кстати, гликоль может быть, баночка нестандартная. Возможно, Вячеслав, если он отпишется, возможно, он ее как-то готовит, и умыл. Может быть, какое-нибудь моющее средство попало. Ну, по крайней мере, у него вот такие идеи. Не знаю, в свежее как могло попасть. Почему такой гликоль? Так, с этим понятно. Сейчас покажу вам сравнение по вязкости, что произошло с вязкостью за 100 моточасов свежего немножко отработки. И давайте посмотрим. Высокая средняя скорость. По идее, не должно быть сильного разжижения. Если нет загущения, то вообще все отлично. Да, смотрите, есть небольшое разжижение. Оно минимальное. Это 9 процентов от 100. То есть совсем небольшое. Ну, высокая скорость говорит о себе. Хотя воды здесь, в принципе, значительно больше, чем в свежем. Ну, может быть, это баночка все-таки или как-то образец или в тот момент, когда брали. Так, такое же масло тоже Lookoil, только из Kia Sorento. 2.2 дизель, D4 HB, 197 сил. Пробег автомобиля больше 200 тысяч километров. Пробег на масле 5125. 129 моточасов и топливо Lookoil и Руснефть. 80 процентов по противоизносным присадкам. Две десятые гликоля. Ого, какая низкая сажа. Девять сотых для дизеля. Очень низкая. Нифига себе. Четко работает мотор. Топливная вообще близка к идеалу, я бы сказал. Значит, кислотная 2.13 и щелочная 8.6. Здесь уже нету столько воды. Ну, как бы масло полностью живое и такой запас у него еще, я бы сказал большой. Так, следующий образец. А, простите, не следующий образец. Сейчас покажу вязкость по по Kia Sorento, по дизельному мотору. Так, свежая отработка. Сейчас посмотрим. Так, у нас здесь тоже достаточно высокая скорость. Да, и посмотрите, вообще никаких вопросов нет. Я тут вообще нацедил 3 процента от максимального до красной зоны. Вообще супер. Все, масло стоит на месте, вязкость не меняется. Вячеслав, кстати, отметил, что на всех автомобилях нету расхода масла. Никаких вопросов вообще. Так, и можно приступать. Последний автомобиль. Это Kia Rio X-Line. Значит, 1.6 G4 FG. 123 тоже силы. Чуть больше 100 тысяч пробега. Пробег на масле 9000 километров. Средней скорости нет. И топливо Татнефть 95. Смотрите, противоизноски 40 процентов. Так, здесь гликоль есть. Ну, есть нитрование. Сажи также 0,02 процента. 2,96 кислотная. Здесь уже так оно подрастает. Да, гликоль здесь 0,3. Может, топливо. Блин, какая-то непонятная ситуация. И, значит, щелочное. У нас 2,9 воды тоже прилично. Свежего шелла не было. Поэтому я вот использую образец свежего от одного из ранее присланных, один из ранее присланных образцов. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. В данном автомобиле здесь масло уже укаталось на этом пробеге. В этом автомобиле ну 9000. Так, а здесь вообще я здесь особо разница и не заметил. Ну, 2 процента. То есть оно так... Может быть, я не совсем точно выставил, но я вот слупы рассматривал и насчитал тут 2 процента. По вязкости вообще вопросов нету. Хоть средней скорости и непонятно какая средняя скорость, но я полагаю, что тоже такая не низкая. Так, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, нажимайте колокольчик. Так вы не пропустите уведомления о новых видео. И вот прогноз ресурса. Посмотрите, значит, слева у нас образцы по бензиновому мотору, справа дизельный. Ну, что тут можно сказать? Не знаю, что можно сказать. Пробег маленький и вот видите, нитрование. Нитрование, хочу напомнить, это картерные газы могут быть, может быть богатая смесь, топливный фильтр подзабит, может быть катализатор подзабит. Ну вот, по крайней мере, что-то здесь с нейтрованием такое нездоровое. И вот третий образец, это Shell ультра ЕКТ у данного автомобиля. Смотрите, как вовремя заменено масло по мощным нейтрализующим свойствам 8 916 километров. Образец 9000. Ну, практически один в один. Да, тут чуть-чуть, видите, да, 2,9 щелочное, 2,96 кислотное. То есть, только-только превысило. В общем-то, вовремя сменили. В обоих, значит, в бензиновых образцах вода была. Ну, не знаю, что это баночка или брали. Загадка некоторые для меня. Да, Вячеслав уже это не первый образец, там тоже, значит, ресурс был невысокий по Сиду. Я помню, я не помню, правда, какие масла он присылал, но есть на канале видео. Ну вот, можете наглядно посмотреть, хотя здесь тоже некорректно. Видите, дизель как лояльно относится к маслу и как быстро умирают, можно сказать, в бензиновых моторах масла. Особенно в Сиде по нитрованию. Тут нитрование, почему-то образование оксидов азота. Возможно, что выше скорость. Есть прямая зависимость, обороты и образование оксидов азота. Чем выше обороты, тем больше они образуются. Возможно, здесь может коробка, другие передаточные числа или человек ездит на более высоких оборотах, поэтому и масло укатывается быстрее в Сиде, чем в Киаре. Вот как-то так. Но разница там, честно говоря, несущественна. Хотя в Рио, видите, по моющим нейтрализующим свойствам приехало. То есть видно, что у Сида какая-то есть, какая-то есть проблемка нетипичная, раз оксиды азота, вот нитрование более активно образуется. Ну вот такое получилось видео. Благодарю Вячеслава за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.